Я не виновен, так же, как и все статисты. Это все дело в публиковом. В один голос об этом говорят все, ныне осужденные. Убийцей Олега Дергилева суд признал Сергея Казаева, который, по данным следствия, выстрелил в бизнесмена. Его приговорили к 23 годам колонии строгого режима. Остальные Сергей Дагазин, Вячеслав Калистратов и Максим Колесников проходили по делу как пособники. Они проведут за решеткой от 16 до 19 лет. Мой сын не виноват. Это я, как мать говорю, положу руку на сердце. Мой сын был на работе. Все это действительно сфабриковано. Мы будем обжаловать, естественно, мы пойдем дальше, мы будем добиваться своей правды. На след преступников силовики вышли в апреле 2014-го, примерно через полгода после убийства. Как говорят следователи, в полицию с заявлением пришла бывшая жена Сергея Казаева, который тот сообщил о том, что готовит покушение. То, что ему заказали владельцы сети алкогольных магазинов «Горелка», он не сообщил в одном из магазинов алкогольной сети «Горелка». Также впоследствии он при ней рассказывал о том, что ему необходимо купить пистолеты. И после того, как у них произошел конфликт, она решила больше не скрывать полученную информацию. Пока шло расследование преступления, за любую информацию о причастных к нему объявили вознаграждение в несколько миллионов рублей. Получил ли кто-то эту сумму или нет, неизвестно. Родственники Дергилева от комментариев отказались. Камера выключится без комментариев. А вот родственники осужденных говорить не стесняются. Вот это мы правду получили. Если бы мы знали, что так будет, я бы сейчас уехала куда-нибудь в горы с ним, и все, мы жили бы. Несмотря на доводы родственников и оправдание самих осужденных, суд приговорил всех четверых к длительным срокам заключения. Обвинительный вердикт им, кстати, вынесли и присяжные. Коллегия формировалась дважды. Впереди у следователей поиски пятого исполнителя Сергей Минченко. Сейчас находятся в розыске. Ставить в деле точку еще рано, так как предстоит установить и заказчика убийства. Версий преступлений несколько. Также по неподтвержденным данным есть и подозреваемый. Информацию пока не разглашают. Павел Баймаков, Григорий Плешаков. События.